Привет, друзья! Поздравляю! Вы смотрите международный канал Алга Петербург. Самое время поговорить об актуальном, а именно премьере нового фильма на телеканале Хабар о Димаше Кудыбергене. На этот раз национальный канал Казахстана сделал специальный выпуск «Димаш Шоу Энергия». Фильм, как всегда, получился ярким и насыщенным. В нем рассказывается о трех знаковых мероприятиях в жизни Димаша в 2021 году после затяжного карантина. Это прекрасный фестиваль в Республике Беларусь, Славянский базар в Витебске, где Димаш выступил в роли члена жюри. Это детский вокальный конкурс БКТ Бала, который прошел на родине артистов в Казахстане. И это международный музыкальный фестиваль в Сочи «Новая волна», где музыкант представил сразу три вокальные премьеры, которые до сих пор будоражат зрителей по всей планете. Надеюсь, эта промо подстегнет вас посмотреть фильм «Димаш Шоу Энергия целиком». В этом видео я хочу остановиться на высказываниях и мнениях уважаемых людей из мира музыки, которые соприкоснулись с личностью и творчеством Димаша Кудайбергена. Для нас, поклонников его творчества, это всегда интересно, особенно, когда эти высказывания сделаны впервые. И первый персонаж, который попадает в наш обзор, это Лариса Долина. Мы с Иваном видели момент встречи двух артистов на «Новой волне», на красной ковровой дорожке, когда была сделана вот эта фотография. Впоследствии Лариса Долина опубликовала ее у себя на странице в Инстаграм. Интересно узнать мнение столь серьезного музыкального критика в отношении творчества Димаша. Он меня очень сильно удивил своими возможностями вокальными, своей техникой. Редкий случай, когда Бог одарил человека очень многими возможностями. Вот этот тот самый редкий случай, когда это меня очень сильно удивило, конечно, со знаком «плюс». Он отличается от всех молодых исполнителей, потому что никто не может так петь, никто не обладает такими возможностями вокальными, какими обладает Димаш. Конечно, очень сильно ощутима разница. Разрешите представить вам следующего гостя. Это композитор Леонид Ширин. Он работает с такими известными музыкантами, как Григорий Лепс, Александр Серов, Лайма Вайкуле и другие. Надо отметить, что он был в составе членов жюри в 2015 году, когда Димаш стал обладателем гран-при конкурса «Славянский базар». Я помню выступление, в первый конкурсный день он исполнял, по-моему, песню Константина Меладзе «Опять метель». И начало было, в общем-то, достаточно традиционным, а когда дело дошло до вокализа, конечно, обнаружился его широкий диапазон, мощный голос. И, конечно, это произвело сильное впечатление. И члены жюри, я даже помню, мы стали переглядываться, и, в общем-то, было видно, что он расположил к себе и публику, и жюри. Глеб Лапицкий, директор фестиваля «Славянский базар», также является большим поклонником творчества Димаша. И у него есть свое особое мнение, касающееся феномена Димаша. Глубоко убежден, хоть и все мировое сообщество в первую очередь делает ставку на диапазон и ту огромную тесситуру голоса Димаша. Я убежден глубоко, что и зрители, и публику покупает и, наверное, прельщает к себе только его энергетика. Знаменитый на весь мир итальянский певец и композитор Микеле Пома тоже очень тепло отзывается о своем знакомстве с Димашем. Ведь ему пришлось в этом году вместе оценивать участников «Славянского базара» в Витебске. Мы вчера работали вместе, мы рядом на жюри, я видел, как профессионалитет, он слушал песни, мы чуть-чуть говорили, мы думали одинаково, очень приятно. Потому что это молодая, 26 лет, я все знаю хорошо, он как 70, как опыт. Народный артист Молдовы поделился своими ощущениями от первого знакомства с Димашем. В 2015 году на «Славянском базаре» зажглась мировая звезда, я считаю, потому что уникальный человек, уникальный профессионал, с очень большими вокальными данными, с очень большими вокальными данными. И, тем не менее, очень простой, доступный человек, человечный, я бы сказал. Очень приятно с ним работать, уже второй год мы работаем вместе. Общее впечатление, когда впервые я его слышал на фестивале, я сразу же почувствовал, что это действительно человек с большой буквы и у него большой буквы. А вот известный на всю Россию музыкант и певец Сергей Пенкин оказался скромным на похвалу. Однако от дуэта с Димашем не отказался. Вы знаете, я до этого не знал, я знал как вокалиста, но я хочу сказать, что теплый мальчик, пока не избалованный, скажем так, пока. Что дальше мы посмотрим. Ну почему бы нет? Ну, должны надо продюсеры как-то поговорить. И решил какую-то взять песню такую, не слишком серьезную, но такую, чтобы она была очень красивая. А вот народный артист Республики Беларусь был впечатлен не только музыкальными способностями артиста, но и его чудесным воспитанием. Мы думали, не только я, это все оценили его диапазон, его природный талант, который дал ему, дан ему свыше. И, очевидно, еще зависит от семьи, потому что у него очень хорошее воспитание. Он очень видно, что он очень правильно воспитан. Это редкая ситуация, когда человек, который выходит на публичный человек в сегодняшнем времени, очень тактичный, очень корректный. Заслуженный артист Российской Федерации Сергей также открыто и без стеснения поделился своими впечатлениями о мировом феномене в мире музыки. Очень симпатичен этот человек. И обратил я на него внимание именно на его первом славянском базаре. Я оба дня слушал из зала. Сразу было понятно, что это необычайный дар. Не каждый день встречаешь такой голосовой аппарат. Но помимо вот этого почти фокуса перехода из одного регистра в другой, что само по себе производит гигантское впечатление, самое главное было. Он невероятно музыкален. И этот мальчик растет на глазах. Каждая его новая песня, выступление раскрывает его с какой-то новой стороны. Получил огромное удовольствие от того, как этот человек говорит, как он мыслит. Он думающий, он чувствующий. Очень скромный, но знающий себе цену. Не остался в стороне и генеральный директор фестиваля «Новая волна», который также был щедр на комплименты в адрес Димаша. Потрясающе. Мне кажется, что на сегодняшний день в нашей эстраде нет другого такого яркого самородка, который был настолько узнаваем просто с первых ног. Поэтому потрясающий певец, замечательный человек. И, собственно, очень рад, что он в этом году в жюри. Я думаю, что это только украсть наш проект. Как видите, несмотря на то, что в сети не так много высказываний в адрес Димаша Кудайбергена от творческих личностей прошлого поколения, все они уже давно знакомы с уникальным явлением в музыке, как Димаш. Оказывается, они также давно следят за его творчеством. Многие тайком мечтают о возможности посотрудничать с казахстанской звездой. А вот кого выберет его величество Димаш Кудайберген, покажет время. Алга, Димаш. Приятно любому композитору с таким исполнителем работать, потому что ты не ограничен ни в чем, ни в диапазоне, ни в каких-то модуляциях, ни в каких-то смелых решениях. Это всегда приятно, потому что исполнитель может практически все. Я бы написал с огромным удовольствием. Более того, он меня сподвиг на одно произведение, которое не для него, но имея в виду человека с подобными вокальными данными. Произведение получилось, но совсем не так, как я его задумал, а первый посыл был сделать на четыре октавы историю. Но он меня вдохновил, именно Димаш. С радостью. И не один, даже несколько дуэтов я бы с ними записал. Пусть предлагает.